Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Мы с вами часто останавливались на вопросе того, как рождества ведут атаки. То есть они пытаются не делать это, как по Вторую мировую войну, точнее пытались. И атакуют, скажем так, это беспрерывная навала, но идет штурм, знаете, такого очень интересного вида. То есть маленькими группами. Маленькими группами, иногда даже по одному, по два человека. И так человек до, наверное, 15, не больше. Вот они пытаются просочиться, дойти, по крайней мере, до наших позиций, а там будь как будет. То есть им абсолютно не жалко, собственно, лишний состав. И они его шлют на забой в надежде, что хоть кто-то зацепится за позицию. То есть количество чмобиков, которые они положат там в этой атаке, для них вообще ничего. Почему так мало людей принимают участие в атаке? Чтобы не накрыли сразу всех, да? То есть чтобы послал там 40 человек вместе, да? Их там одним хаймерсом всех и прибили. Вот, но такое работает не всегда. И вот, интересно, воины нашей 79-й бригады выложили видео, вот совсем недавний, там, день-два назад. Атаки под кураха в арашистов, где те просто в стиле Второй мировой войны использовали в общей сложности 57 бронемашин. Вот, прикиньте себе. 57 бронемашин. Значит, это атака в стиле, четко в стиле Второй мировой войны. 11 танков, 45 БМП, одна машина Терминатор. И смешно, 12 человек на мотоциклах, вот этих вот самоубийц Камикадзе. И 200 человек лишнего состава. Вот так вот это все выглядело. Как это выглядело на самом деле, можете посмотреть у нас на телеграм-канале, там двухминутное видео. Ссылка снизу в описании к данному ролику, как обычно. Но вот что интересно. Не, сразу скажу, атака полностью провалилась, да? То есть, вот атаки в стиле Второй мировой сейчас не проходят. Наши начали их отрабатывать еще, когда они были на довольно приличном расстоянии. Это видно по видео. То есть, сначала под ним там лупанули артиллерией. Вот, когда они подошли поближе, там уже и дроны пошли, и ПТРК. Все пошло уже в ход. Как результат, рашисты отступили. Оставив на поле боя 6 танков, 7 бронемашин и все 12 мотоциклов, они там остались. 42 сотых, если я не ошибаюсь, 37 трехсотых. Ну, цифры не суть важны. Здесь главное, что атака полностью провалилась. Танки остались сгореть. Ну, понятно, не все, но... Когда они поняли, что сгорят все, они просто развернулись и удрали, да. Дали дёру. Полностью этот штурм провалился. Вот, ну, вот интересно, да, что в голове у их командования, когда они вот таким вот образом поступают. То есть, это явные такие, знаете, замшелые совки. Хотя, возможно, это по возрасту они и... Там, те, кто командовал этим штурмом, они могут быть и не старыми. Но вот так их учили, так их учили в военных училищах. Постают танки, БМП, посадить на броню, значит, 200 самоубийц и... И в атаку. И там они все и останутся. Вот, а в атаку, значит, под снаряды, под пули и так далее. Вот. Ну, сходили они в атаку, да. Остался фронт на том же самом месте. У наших там практически потерь не было, потому что расисты сами подставились. Тут они вряд ли что-то могли сделать. Вот. Но интересный такой момент, что, видите, вот... Они атакуют не только своим новым методом, да, по два, по три, по пять, по десять человек. А вот послали, послали... Они бы еще конницу этого даватора послали. Я не знаю, эффект был бы точно такой же. Субтитры сделал DimaTorzok.